МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала СБС и радио СБС и ФМ Новости. Здравствуйте! В студии Лейли Гусени. Для начала коротко о главном. Необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана, министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сужурне, в очередной раз является ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджузаде. Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло утром в лес восточного побережья Тайваня. В результате стихийного бедствия погибло как минимум 4 человека. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущие производители нефти продолжают снижать добычу. Эксперты ожидают, что страны ОПЕК-плюс на ближайшем заседании могут продлить действующие квоты по заморозке добычи нефти. Но это зависит от итогов работы сегодняшнего заседания Мониторингового комитета соглашения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь подробнее. Заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сажурне по ситуации на Южном Кавказе в очередной раз является ярким примером усилий Парижа по созданию новой напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу между Баку и Ереваном. Заявил пресс-секретарь внешнепоэтического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде. Необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сажурне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Париже 2 апреля 2024 года в очередной раз являются ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу. По его словам, недопустимо, чтобы французская сторона, осуществляющая активное вооружение Армении, повышающая милитаризм в регионе, обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике. Всем должно быть ясно, что политика таких стран, как Франция, которая последние 30 лет прикрывала агрессию Армении, не принесла никакой пользы. При этом Париж должен понимать, что осуществляемая им деструктивная деятельность должна быть прекращена, подчеркнул Айхан Гаджазаде. В Пагдамском и Тартарском районах от взрывов мин пострадали 4 человека, пострадавшие доставлены в медучреждение. Министерство внутренних дел, Генпрокуратура и Анама в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности, не заходить на незнакомые участки и обращать внимание на все знаки, указывающие на опасность. Тем самым минный террор Армении продолжается. Почему Ереван до сих пор не был привлечен к ответственности? Обсуждение этой темы продолжим с гостем. К студии подключается Рамиль Скиандарли, председатель общественного объединения правового анализа и исследований. Доброе утро, Рамиль Мялим. Доброе утро, Лилика. Итак, Рамиль Мялим, заложенный Армении, мина продолжает угрожать жизни невинных людей. Накануне четверо граждан стали жертвами разрыва мин. По сей день Армения не предоставила точной карты минных полей. Когда Ереван наконец-то призовут к ответственности за содеянное? Армения, не представляя минные карты, нарушает Оттавский договор и конвенцию о запрете противопоходных мин, который договор предусматривает запрещение применения накопления запасов и производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. И, как мы видим, Армения после 44-дневной войны, мы видели, что не только во время военных действий, но и после 44-дневной войны Армения устанавливала мины, пользуясь Лачинской дорогой на территории, освобожденных территорий Азербайджана, и этим она и нарушала международные конвенции. И еще конвенция о конкретных видах обычного оружия, принятая Организацией Объединенных Наций, запрещала и ограничивала применение видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательные действия. То есть мины относятся именно к этой категории. И, как вы и сказали, Армения до сих пор отказывается предоставить Азербайджану точные карты минных полей. Но и согласно Женевским конвенциям, стороны после окончания войны должны сотрудничать, сотрудничество между сторонами должно происходить для того, чтобы эти последствия, бороться с последствиями войны. И вот эти карты, они могли бы, конечно же, помочь в этом деле. Вот не предоставление этих карт, почему она мешает и чему она мешает. Во-первых, это установленные Армении мины, во-первых, продолжают убивать и количество азербайджанцев. И наземные мины являются серьезным препятствием на пути к устойчивому миру. И они также, как мы знаем, ведутся восстановительные работы на территориях, освобожденных от армянской оккупации. Но эти мины, они создают проблемы для возвращения и внутренне примещенных лиц, бывших, на свои родные очаги. И, в общем, подрывают общий процесс постконфликтной нормализации. И, естественно, Армения должна понести наказание. Вот то, что вы спросили, когда она будет понести наказание за то, что продолжает убивать и калечить азербайджанцев. Но и Международная конвенция, и Женевская конвенция о защите мирных граждан предусматривает это нарушение как военное преступление. И, естественно, Армения как страна и отдельно взятые лица индивидуально должны понести наказание. Армения как страна, она должна возместить ущерб, который наносят эти мины. И это может быть в форме репарации или компенсации в материальной форме, или же сатисфакции. То есть, как минимум, Армения должна принести свои извинения за содеянные международные преступления. И самое главное, взять обязательства о неповторении таких нарушений международных норм гуманитарного права. И я думаю, что более эффективно решить эту проблему может быть и мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. И вопрос о компенсациях могло бы отражаться в этих договорах. Но если мы говорим о международной реакции на эти вопросы, то мы видим, что международное сообщество во главе с странами, которые поддерживают Армению в этом и других вопросах, и они не только не выражают свое недовольство по поводу продолжающегося минного террора против Азербайджана, но и они всячески поддерживают Армению в наращивании эскалации в регионе, а также затягивание процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном. И, естественно, лидером в этой гонке инициатив по поддержку Армении является Франция. Исходя из сказанного вами, возникает много вопросов, потому что Азербайджан, как страна, которая не понаслышке знает то, насколько опасным может быть минный террор, продвигает различные инициативы на разных платформах по помощи также странам, которые, к сожалению, отягощены схожими обстоятельствами. Однако мы не видим никакого осуждения именно Армении со стороны международных организаций, несмотря на то, что, как вы отметили, они нарушили множество положений международного права. Как вы считаете, чем это вызвано? Я думаю, что правильно вы констатировали факт, что в отношении других стран, например, мы видим эти озабоченности западных стран, у которых есть проблемы с минами. Но если... Тут мы видим, естественно, селективный подход к проблемам. Если речь идет об Азербайджане, то мы видим, что именно по вопросам мин, если мы говорим о последствиях мин, мы не видим открытых инициатив со стороны западных государств хотя бы по предоставлению помощи азербайджанской стороне, чтобы эффективно бороться с минной проблемой, с очисткой минных полей. Азербайджан это делает в одиночку. И это, естественно, проводится колоссальная работа. Мы на своих недавних визитах в освобожденные территории мы видели, как в некоторых регионах освобожденных уже ведутся полномасштабные восстановительные работы. И это благодаря тому, что мины были очищены в этих территориях. Например, в Агдамском районе мы сами видели, какие там масштабы проводятся по восстановлению территории. И, естественно, мы ожидаем от международных организаций, чтобы они помогли в этом вопросе. Я, как неправительственная организация, несколько раз в международных платформах мы поднимали этот вопрос. Не только проблемы селективного отношения, минные проблемы, но и мы призывали международного общества помочь в деле разминирования. Естественно, гуманитарные, минные, просветительские работы есть некоторые инициативы, которые поддерживают. Но это гуманитарное разминирование. Но если речь идет о чистке полей, то в этом смысле, естественно, международное сообщество могло бы помочь в этом деле. Но мы видим, что они не только не помогают, но и всячески поддерживают инициативу Армении по созданию препятствий к нормализации отношений, и в том числе то, что они по-прежнему используют минный террор против Азербайджана. И я думаю, что это в основном связано с тем, что отдельно взятые страны, они имеют воздействие на международные структуры и региональные, как и европейские институты, Европейского Союза, и некоторые страны, как США, Франция, они могут оказать давление на эти институты. И давление на то, что последующие давления на Азербайджан. То есть явный пример к этому, то, что 5 апреля будет проводиться трехосторонняя встреча, это один пример этому. И Армения представлена в свете жертвы отношений между Азербайджаном, и они хотят представить миру Армению как страну, которой она нуждается в помощи. И 5 апреля как раз-таки будет речь идти о том, как в кавычках помочь Армении. На самом деле они, естественно, будут иметь негативные действия на Армению, поскольку, естественно, Азербайджан не согласится с враждебной политикой против Азербайджана, не только Азербайджан, но и страны региона. Некоторые уже выражали свое недовольство, а некоторые, я думаю, что после 5 апреля открыто будут выражать свое недовольство результатами этой встречи. Несмотря на то, что заявляют официальные лица Европейского Союза и других институтов, а также стран, о том, что эта встреча является сугубо экономической, но мы видели отчет, который называется «Сеть друзей Армении», и в этом отчете указаны не только экономические вопросы, которые будут обсуждаться, но и вопросы безопасности. То есть, я уверен, что 5 апреля там будут иметь место дискуссии, которые будут открыто поддерживать разделительные линии на этом регионе. И, естественно, это будет порождать недовольство со стороны не только Азербайджана, но и других стран региона. Благодарю вас, Рамиль Мелим. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нам. Спасибо вам. А я напомню, что на прямом подключении со студией был Рамиль Искендарлей, председатель общественного объединения правового анализа и исследований. А мы продолжаем. Украина переживает критический момент в войне с Россией и остро нуждается в срочной дополнительной поддержке Запада. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин во время встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекарню в Париже. Госсекретарь подчеркнул необходимость скорейшего одобрения к агрессам очередного пакета военной помощи Киеву. Ранее президент США Джо Байден призвал Палату представителей одобрить пакет военной и финансовой помощи Украине. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит помощи, их войска будут вынуждены отступать. Россия потерпела то, что я считаю стратегическим поражением в Украине. Она слабее в военном отношении, она слабее экономически, она слабее дипломатически. Украина более сплочена, чем когда-либо прежде. Европа освободилась от зависимости в российской энергии, а НАТО одновременно сильнее и теперь больше на две страны. И, конечно, Украина, которая, как многие предсказывали, падет в считанные дни, продолжает крепко стоять. Но мы находимся в критическом моменте, когда важно дать украинцам необходимые боеприпасы, ПВО и другие средства для самообороны. Существует краткосрочная проблема, над решением которой мы работаем вместе. Это еще одна причина, почему запрос на дополнительный бюджет, с которым президент Байден обратился к Конгрессу, должен быть исполнен как можно быстрее. Мы продолжим поставки боеприпасов. Это является ключевым вопросом. Очевидно, речь идет о том, чтобы самим получить доступ к запасам пороха и иметь возможность самостоятельно воспроизводить боеприпасы на территории страны. Мы делаем оперативные выводы из всего, что произошло за последние годы. И поэтому мы, очевидно, собираемся продолжать помощь Украине. Во время своего визита во Францию госсекретарь США Энтони Блинкин также встретился с министром иностранных дел Франции Стефаном Сажурне. Главной темой обсуждения стало происшествие в секторе газа, где в результате удара Израиля погибли работники гуманитарной организации World Central Kitchen. Французский министр решительно осудил действия израильской стороны. Энтони Блинкин, в свою очередь, заявил, что в США призвали Израиль провести тщательное расследование этого инцидента. Мы выражаем решительное осуждение израильских действий, которые привели к гибели гуманитарных работников неправительственной организации. Защита гуманитарного персонала является моральным и юридическим императивом, которого каждый должен придерживаться. Гуманитарная ситуация там катастрофическая и ухудшается с каждым днём. Ничто не оправдывает такую трагедию. Мы напрямую поговорили с израильским правительством об этом инциденте. Мы призвали их провести быстрое, тщательное и беспристрастное расследование, чтобы точно понять, что произошло. Как и на протяжении всего этого конфликта, мы призвали израильскую сторону к абсолютной необходимости делать больше для защиты жизни невинных гражданских лиц. Будь то палестинские дети, женщины и мужчины или сотрудники гуманитарных организаций. Тем временем генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг предложил создать фонд НАТО объёмом в 100 миллиардов долларов для оплаты военных поставок Украине в течение пяти лет. Отмечается, что дискуссии о структуре финансирования этого фонда продолжаются, и некоторые продвигают идею использования тех же принципов, которые применяются при определении взносов в бюджет НАТО. В этом случае США должны будут предоставить немногим более 16 миллиардов долларов. Бывший президент Украины и лидер партии Европейской солидарности Пётр Порошенко заявил о планах баллотироваться на новый срок. Об этом он сказал в интервью телеканалу Аль Джазира. Порошенко также сказал, что намерен баллотироваться Европейский парламент, если страну возьмут в Евросоюз. Выборы в Украине должны были пройти 31 марта этого года, но из-за военного положения, согласно законодательству страны, в таких условиях проведение выборов не предусмотрено. Полномочия действующего президента Владимира Зеленского истекут 5 мая. Ранее о планах выдвигаться в президенты страны также заявлял бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Соединенные Штаты за две недели до теракта в Крокус-Сити-Холле предупредили Россию, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки. Такое утверждение опубликовала газета The Washington Post, ссылающаяся на американских чиновников, знакомых ситуаций. Согласно версии, изложенные собеседниками издания, США передали эти данные России за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте. Чиновники и эксперты, с которыми пообщались сотрудники газеты, полагают, что со стороны США было необычным донесение до России конкретной информации о потенциальной цели теракта. По их словам, этот шаг мог поставить под угрозу раскрытие источников разведданных. Ранее директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что она получила определенные сведения от американской стороны о возможных угрозах теракта в Крокус-Сити-Холле, но информация была слишком общей. Президент Израиля Ицхак Герцег принес извинения в связи с гибелью волонтеров неправительственной организации Всемирной Центральной Кухни в результате удара армии обороны Израиля в секторе Газа. Он пообещал провести тщательное расследование инцидента и подтвердил приверженность Израиля обеспечению тщательного расследования трагедии, произошедшей на фоне продолжающейся войны против Хамас. Глава еврейского государства подчеркнул приверженность Израиля доставке гуманитарной помощи жителям Газа, призвав продолжать усилия по немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых Хамас в секторе Газа. Президент Ицхак Герцег позвонил основателю Всемирной Центральной Кухни Хосе Андресу и принес искренние извинения и глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью сотрудников организации в секторе Газа, а также направил соболезнования семьям погибших. Президент поблагодарил шеф-повара Андреса и его команду за их приверженность благополучию израильтян и палестинцев, а также человеческим ценностям. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон был возмущён новостью о том, что удар израильской армии привёл к гибели иностранных гуманитарных сотрудников и призвал Израиля провести быстрое и всестороннее расследование. Кирби добавил, что Израилю следует приложить больше усилий во избежание гибели гражданских лиц и защиты гуманитарных работников в секторе Газа. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Мы слышали заявление премьер-министра Нетаньяху и представителей Цахал о своём обязательстве провести расследование по этому делу. По нашей информации, предварительное расследование завершено и представлено начальнику штаба армии. Белый дом будет ждать результатов, но мы также ожидаем, что будет проведено более широкое расследование и что оно будет проведено быстро и всесторонне. США продолжат давить на Израиль, чтобы он делал больше для обеспечения безопасности гуманитарных сотрудников и продолжал обеспечивать доставку этой помощи палестинцам в Газе. О необходимости немедленного гуманитарного перемирия в Газе заявил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжарик. По его словам, со дня обострения ситуации на Ближнем Востоке погибло более 180 гуманитарных сотрудников. Дюжарик отметил, что у ООН имеется механизм деконфлектизации, который, со слов пресс-секретарь агентства ООН, работал недолжным образом. Риски для гуманитарных работников присутствуют месяцами. Это яркий пример смертельных вызовов, с которыми сталкиваются гуманитарные работники каждый день в Газе, будь то иностранцы или, как большинство из них, палестинцы. Суть в том, чтобы гуманитарные работники могли выполнять свою работу. Им нужно иметь возможность сделать это безопасно. Мы видели заявление из Израиля о том, что идёт расследование, что оно в скором времени будет обнародовано. Мы очень этого ждём. При этом мы также помним, что несколько наших коллег были убиты при ударах по объектам управления по делам беженцев, всемирной продовольственной программы, по местам, где не велись боевые действия. Северная Корея успешно испытала новую ракету средней и большей дальности с боеголовкой гиперзвукового планирующего полёта. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, испытаниями руководил лидер страны Ким Чин Ын. Ракету запустили с полигона в войсковой части в окрестностях Пхеньяна. Боеголовка, отделившаяся от ракеты, пролетела тысячи километров, достигнув максимальной высоты в 101 километр и упала в Японском море. Как отметил северокорейский лидер Ким Чин Ын, Пхеньян успешно выполнил задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твёрдотопливные двигатели, а также по созданию возможностей для их оснащения управляемыми ядерными боеголовками. Северная Корея неоднократно проводила испытания баллистических ракет. Так, в середине марта северокорейские военные запустили три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии сообщила, что ракеты упали в океане за пределами исключительно экономической зоны страны. У восточного побережья Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, после чего была объявлена угроза цунами. По данным пожарной службы, погибло как минимум 4 человека, более 50 пострадали. Подземные толчки ощущались по всему острову. В результате подземных толчков ряд зданий в некоторых городах получил значительные повреждения. По данным местных властей, 8 человек оказались заблокированными внутри жилого здания, первый этаж которого был полностью разрушен. Спасатели, прибывшие на место происшествия, используют пожарные лестницы для эвакуации жильцов через окна. Для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия власти направили военный персонал, а школы и рабочие места приостановили работу из-за толчков. Оператор электроэнергии Тайване заявил, что более 87 тысяч человек по всей стране остались без света. По данным Центрального метеорологического управления острова, это стало самым мощнейшим землетрясением на Тайване за последние 25 лет. В рамках проведения Дней культуры Беларуси в Азербайджане во дворце Гейдара Алиева прошел галоконцерт народной музыки, а также ярмарка ремесленников. Мероприятие посетили министры культуры Азербайджана и Беларуси Адиль Керемли и Анатолий Маркевич. Подробнее о том, как Баку встречал белорусских гостей, в следующем материале. Накануне во дворце Гейдара Алиева в Баку состоялось открытие Дней культуры Беларуси. В начале мероприятия вниманию гостей была представлена выставка изделий народных промыслов, сопровождающейся звучанием цимбалы, белорусского народного музыкального инструмента. Мастерами ремесел были представлены предмет национальной одежды «Неглюбские рушники», а также изделия, созданные по технике соломоплетения. «Мы представляем здесь одно из самых интересных видов народного творчества – соломоплетение. Соломоплетение внесено в список всемирного культурного наследия человечества. Мы этим очень гордимся. Эта традиция древняя. Она идет с тех времен, как научились выращивать и культивировать пшеницу. Наши мастера и художники принесли новые черты в этот вид ремесла, и он превратился в настоящий шедевр». В начале концерта прозвучали государственные гимны Азербайджана и Беларуси, после чего с речами выступили министры культуры двух стран – Адиль Керемли и Анатолий Маркевич. Они отметили, что сотрудничество Баку и Минска будет продолжено. Последующая за этим концертная программа состояла из танцевальных и музыкальных номеров Государственного академического ансабля танца Беларуси и Государственного ансабля песниры, а также заслуженных артистов и исполнителей. «Мы видим сегодня огромнейший интерес в организации совместного выступления в рамках международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске. И вы знаете, всегда наш белорусский зритель ждет представителей Азербайджана, потому что очень яркие голоса, талантливые артисты. Дни кино, также вчера прошел большой форум, открыты дни кино Беларуси в Азербайджане. И сегодня, общаясь с министром культуры, мы для себя определили, что все-таки нужно провести очень серьезную ревизию соглашений, которые были ранее подписаны, и наметить новые планы. А новые планы ознаменованы тем, что мы будем осуществлять важные проекты как в Азербайджане, так и в Беларуси. И мы идем по пути, чтобы совместные проекты были представлены на международной арене». Анатолий Маркевич подчеркнул, что с азербайджанской стороной ведутся переговоры о проведении в 2025 году Дней культуры Азербайджана в Беларуси. Министр выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне, так как обе страны нацелены на развитие двусторонних отношений в сфере культуры. Эльнур Гаджиев, Абухая Джафарова, Сибиси. А мы продолжим наш выпуск экономическими новостями, о которых расскажет моя коллега Салатын Мирзаева. Доброе утро, Салатын. Что актуального к этому часу? Здравствуй, Лили. В этом выпуске мы расскажем о сотрудничестве Азербайджана с Японией, развитии IT-сектора в стране, последствиях катастрофы в Балтиморе и других новостях. Применение технологий цифровой экономики между Азербайджаном и Японией, развитие партнерства в энергетической и других сферах входит в число приоритетных вопросов. Как сообщил в соцсети ИКС министр экономики Азербайджана Микайл Джабаров, эти темы поднимались на встрече с чрезвычайным и полномоченным послом Японии в стране Кацуе Ватанабе. Рассмотрены основные направления двустороннего делового партнерства, усиление диалога между азербайджанскими и японскими компаниями. Также было уделено внимание возможностям сотрудничества в области инвестиций и налогообложения в рамках КОП-29. Отмечено, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Японией. Решающее значение для экономического роста Азербайджана также имеет развитие IT-сектора. Он создает новые рабочие места, диверсифицирует экономику и повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке. Поддержка правительства создает возможности для дальнейшего роста отрасли. В последние годы Азербайджан переживает стремительный рост в сфере информационно-коммуникационных технологий. Развитие IT-сектора страны также сопровождается ростом числа потребителей. Это обусловлено рядом амбициозных проектов, в том числе созданием проекта IT-хаб Азербайджан. Отличительная черта инициативы – создание рабочих мест не только в IT-секторе, но и во множестве других областей, заявил президент-стратегист Анатолий Моткин на церемонии закрытия проекта IT-хаб Азербайджан. Проект не только привлекает внимание к Азербайджану, как к растущему центру IT-инноваций, но и активно вовлекает международные таланты и технологических лидеров на мероприятия вроде InMerge, способствуя обмену знаниями и опытом. Эта динамика укрепляет позиции страны на мировой арене и способствует привлечению иностранных инвестиций в технологический сектор. Подобное сотрудничество между государством, международными организациями и частным сектором создаёт синергию, способную радикально изменить экономический ландшафт страны, основывая его на знаниях и инновациях. IT-хаб Азербайджан является лишь началом пути к инновационному и процветающему будущему Азербайджана в цифровую эпоху. В рамках проекта IT-хаб Азербайджан около сотни молодых людей из Азербайджана получили возможность развить свои навыки. Международные эксперты из компании PEM Systems провели бесплатные тренинги для молодёжи в возрасте от 19 до 30 лет в регионах Азербайджана, включая Гянджу, Сумгаид, Ленкеран, Мингечевир, Ширван и Нахчеванскую автономную республику. В частности, тренинги проводились по семи различным специальностям. По словам главы Европейского банка реконструкции и развития в Азербайджане Натальи Муравицы, проект способен поддержать инклюзивное региональное экономическое развитие, технический прогресс и глобальную конкурентоспособность. Он также стимулирует инновации, создаёт рабочие места и позиционирует Азербайджан как динамичного игрока в цифровой экономике. «Этот проект имеет особое стратегическое значение для ЕБРР, поскольку он помогает привлечь инвестиции в районы за пределами наших традиционных инвестиционных направлений, таких как Баку, и создаёт возможности для трудоустройства на местах. Проект реализуется на инклюзивной основе при особой поддержке Евросоюза. Кроме того, он поддерживает усилия правительства по диверсификации экономики. Это свидетельствует о тесном сотрудничестве между ЕБРР и правительством Азербайджана в целях развития частного сектора. «Мы в банке очень гордимся тем, что 55% нашего инвестиционного портфеля приходится на частный сектор». В рамках мероприятия в Бакинской высшей школе нефти была также организована выставка «Карьеры». В ней участвовали около 60 организаций, включая ведущие отечественные и зарубежные компании, и государственные учреждения. Студенты и выпускники последних курсов получили информацию о вакансиях в области ИКТ, программах стажировок и возможностях карьерного роста в различных сферах. «Такие ярмарки очень полезны для студентов, потому что они, как минимум, знают, что есть на рынке, какие компании представлены, какие вакансии имеются, какие сферы деятельности имеются. И, например, у меня только что спрашивали про то, какие они могут брать квалификации, какие могут брать курсы для того, чтобы специализироваться в определенных областях. Поэтому я думаю, что эти ярмарки очень полезны. Как минимум, вот этот интеракшн между компаниями и студентами очень им помогает». «Я считаю, что эта выставка создаёт очень хорошие возможности для студентов в построении будущей карьеры. Думаю, что это отличный шанс пообщаться с представителями компаний, получить от них информацию о компании и поделиться с ними своими знаниями. Я уже подошла к нескольким стендам, мне предоставили подробные сведения». Проект IT-хаб Азербайджан, стартовавший 7 февраля 2023 года, реализуется совместно Центром анализа и координации 4-й промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана, компанией Strategist и Европейским банком реконструкции и развития. Цель проекта – улучшение знаний и навыков молодёжи в области информационных технологий, привлечение инвестиций в эту сферу, создание новых рабочих мест и карьерных возможностей в регионах страны. Нармина Хамбабаева, Рауф Кусеинов, СИБИСИ Отрасль генерации энергии на возобновляемых источниках станет полностью конкурентоспособной на российском и мировых рынках с 2036 года. Об этом говорится в статье вице-премьера России Александра Новака для журнала «Энергетическая политика». В 2021 году программа государственной поддержки развития альтернативной энергии была продлена и усовершенствована. Её цели включают не только стимулирование ввода новых объектов, но и поэтапное снижение себестоимости электроэнергии, выработанной объектами ВИЭ. Правительство рассчитывает, что с 2036 года отрасль станет полностью конкурентоспособной. За 10 лет мощность введённых объектов возобновляемой энергетики в России составила 6 гигаватт, а к 2035 году планируется нарастить её до 20 гигаватт. В районе гигантского месторождения Кашаган в Каспийском море разливов и утечек нефти не обнаружено. Об этом сообщает Ройтер со ссылкой на заявление операционного консорциума НСО-7. Ранее Центр эколого-правовой инициативы «Глобус» сообщил, что на радиолокационном снимке европейского спутника Sentinel-1A, сделанном 30 марта, отобразился разлив площадью около 7 квадратных метров. В Министерствах энергетики и экологии Казахстана на запросы Ройтер пока не ответили. А Департамент экологии по Атараулской области сообщил в Инстаграм, что организует выезд в море, а также визуальный осмотр и отборы проб. Если факт разлива подтвердится, департамент проведет внеплановую проверку НСО-7. Кашаган разрабатывается консорциумом North Caspian Operating Company, в который входят Shell, Eny, Total, NRG и ExxonMobil. Добыча нефти в странах-экспортерах сократилась в марте из-за снижения экспорта ключевыми производителями, такими как Ирак и Нигерия. Этот процесс может продолжиться. Какие решения будут приняты на ожидаемом сегодня заседании мониторингового комитета ОПЕК-плюс рассмотрим в следующем сюжете. Члены Альянса ОПЕК-плюс привержены стабилизации нефтяных рынков в условиях экономической неопределенности. Об этом свидетельствуют данные за предыдущий месяц. Ключевые производители сырья снижают добычу. И эксперты ожидают, что страны ОПЕК-плюс на ближайшем заседании, скорее всего, продлят действующие квоты. Напомним, на последней встрече никаких важных решений принято не было. Пока еще не сказались на рынке те действия, которые они предпринимали ранее. Не так давно, в общем-то, и Россия, и ряд других стран объявили о дополнительном сокращении объемов производства, что постепенно влияет на рынок. Во-первых, это компенсирует увеличение добычи в ряде других стран, и в частности в Гаяне, которое намечается на 2024 год. А с другой стороны, мы имеем, что потребление постепенно растет в целом в мире, и прежде всего за счет Азии. И это подталкивает цены на нефть вверх. От показателя примерно 82 доллара за баррель в январе-феврале мы сейчас поднялись до примерно 86-87 долларов за баррель сорта Brent. Такая ценовая конъюнктура устраивает страны ОПЕК+, отмечает аналитик. Для членов альянсов выгоден коридор 80-90 долларов за баррель. При этом есть основания полагать, что большинство участников нефтяного картеля при таких ценах верстают в свой бюджет без дефицита. Россию в целом тоже устраивает подобная цена, потому что даже с учетом скидки на российскую нефть, примерно около 10 долларов, мы примерно укладываемся в параметры бюджета. Плюс к тому сохраняется напряженность вокруг ближневосточных конфликтов вокруг Йемена. Йемен продолжает обстреливать проходящие мимо суда и тем самым заставляет часть нефти даже идти вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, таким образом увеличивая издержки перевозчиков, что закладывается в цену на нефть. И после ударов Израиля по представителям Ирана в Сирии, здесь можно ожидать еще и эскалацию нынешнего конфликта. Все геополитические споры отражаются на энергетическом рынке, напоминает эксперт. Наивысшей точкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке с точки зрения нефтяного рынка будет перекрытие Армузского пролива. Иран всегда заявлял, что если по нему будет нанесен удар, если будет угрожать его целостности кто-то, то он перекроет Армузский пролив. А значит, из Персидского залива не выйдет нефть Саудской Аравии, Ирака, Кувейта, самого Ирана, СПГ-искатора и прочие. Начнется глобальный энергетический кризис. Вот по мере эскалации конфликта этот сценарий становится все ближе, поэтому рынок начинает закладывать подобные риски в цену, и этот фактор подталкивает цены вверх. По прогнозам специалистов JP Morgan, к сентябрю текущего года цена бренд вырастет до трехзначных цифр. Это произойдет впервые за два года. По мнению Международного энергетического агентства, ОПЕК-плюс может продлить сокращение добычи до конца года, что приведет к некоторому дефициту предложения нефти в мире. Ну что же, у нас на этом все. Как будут развиваться события в сфере экономики, вы узнаете в следующем выпуске Лейли. Благодарю Салатына. Я напомню, что о наиболее актуальных экономических новостях рассказала моя коллега Салатана Мизаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Салатана Мизаева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова